Здравствуйте, Козероги! Это расклад на июль для вас. Простите, что заставила ждать. Так получается. Дно колоды, тройка кубков перевернутая. Ну, тройка кубков перевернутая может говорить о том, что, может быть, кто-то, с кем вы общались или привыкли общаться, вы с этим человеком либо поругались, перестали общаться, либо просто как-то само собой рассосалось общение, да, перестали общаться с каким-то человеком. Вы сами, у вас тут интересное такое общесоседство, потрясающее, старшие арканы, вы сами, карта мир, то есть вы будете натурой достаточно целостной, гармоничной в июле, и вы будете стремиться, вот что я вижу, например, да, некоторые козероги просто явно будут стремиться закончить что-то, и это что-то, оно из области давнишнего. Это не сейчас возникло, это что-то давно-давно тянувшееся, тянущееся. Но в июле вы как будто планируете это завершить, ну или начинаете вот этот последний рывок, как говорится, по завершению. Деньги, финансы, карта, суд. Суд – это может быть какая-то перетрубация существенная по статьям доходов, расходов, экономии, может быть пересмотр в более, чтобы, ну как бы, ваша финансовая ситуация улучшилась, это может быть такой глобальный пересмотр, ревизия, что я делаю, куда я трачу, как я могу это улучшить, как я могу это изменить. В общем, наведение порядка в финансовых делах. Может даже вот это вот всё завершение чего-то, это связано тоже каким-то образом с финансами, потому что такие серьёзные старшие арканы рядом. Общение, короткие поездки, переписка и так далее. Паш Кубков, но это очень много будет новостей такого эмоционального характера, то есть вам будут, я такое там что-то видела, и всё это переполнено эмоциями. Много приятных новостей. Короткие поездки тоже, я бы сказала, удачные, приятные. И даже, знаете как, вы будете таким, наверное, как любознательный ребёнок, смотреть по сторонам, идёте куда-нибудь, и вам там надо было пойти, я не знаю, в соцзащиту, идёте по дороге, там рассматриваете всё вокруг, как, ну, не знаю, вам интересно всё и приятно. Четвёртый дом. Дом, семья. Рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли, это, конечно же, стабильность, это неспешное развитие событий дома. Может быть, кто-то, если что-то, если ремонт, ребят, да, то может немножко медленновато двигаться, естественно. Рыцарь Пентакли, он не такой успешный, но, по крайней мере, как говорится, медленно, но верно. Это уже радует. То есть дома, в семье, стабильность. Пятый дом – дом удовольствия, радости, хобби, вашего появления на публике. Десятка кубков. Великолепная карта. Это море позитива, и вы светитесь, и вы наслаждаетесь, то есть своим появлением радуете людей. А также вот это, знаете, потому что это дом удовольствия, действительно удовольствие, которое мы получаем от жизни. То есть июль у вас просто вас будет радовать. Это всё, это еда вкусная, мир прекрасен. Понимаете, о чём я? То есть счастье и радость. То же, что касается детей, это может быть какое-нибудь очень радостное и приятное общение с детьми. То есть лёгкий флирт, всё легко, ненавязчиво, очень позитивно, очень позитивно. Шестой дом – это будни наше здоровье, ваш, как говорится, режим и расписание. Четвёрка пентаклей. Ну, что касается здоровья, карта, кстати, очень стабильная, такая, то есть абсолютно без эксцессов, я бы сказала. А что касается расписания режима, ну, наверное, вы очень пунктуальны, наверное, у вас всё расписано 7.00 подъём, 7.20 зарядка. Ну, то есть я шучу, конечно, про такое вот, но имеется в виду ваш ежедневник деловой, он действительно там всё очень аккуратненько и всё точно расписано. То есть пунктуальность. Что касается отношений с коллегами, присутствует определённая, ну, как бы, сдержанность, что ли, да? Всё чинно, благородно, но на расстоянии, по каким-то причинам. Может, коллектив такой, может быть, вы не очень рвётесь, но такая вот сдержанность присутствует. Но благовоспитанная, то есть без скандала, без ничего. Длительное отношение, партнёрство. Семёрка мечей перевёрнутая. Для свободных козерогов, наверное, знаете, это состояние вот в этом месяце такое, вот если кому-то надо, вот пусть подойдут, а что это я должна подходить? Ну, вот такого плана настрой. Для людей семейных немножко не то, что, неправильно сказать, избегание ответственности перед партнёром, но такое, да, как дистанцирование, что ли, от партнёра по каким-то, может быть, причины есть на том. Может быть, вам не очень хочется вовлекаться, где-то брать на себя какую-то ответственность в июле, по крайней мере. Может быть, вы заняты чем-то другим, может, вы просто радуетесь жизни, а партнёр, может быть, там чем-то озадаченный его, ну, пусть сам свои проблемы решает. Я говорю, расклад общий, это не обязательно, что все такие вот злые и нехорошие, ни в коем случае этого не говорю. Ну, просто это, да, нежелание немножко сближаться с человеком. Восьмой дом, дом опасностей, чужих денег и так далее. Непростая карта дьявол, что касается, это же ещё дом магии, и, может быть, кто-то заинтересуется, ну, понятно, что по дьяволу у нас, ну, скажем так, чёртая магия, да, какие-нибудь такие ритуалы, совсем не очень. Также, что касается, вы, знаете, вы в состоянии, то есть вы неведомы, вы в состоянии вести за собой людей, причём куда угодно, сами понимаете. То есть это такое, я бы сказала, в июле точно вы будете такая сильная, харизматичная личность, которая на что угодно может подбить, главное, чтобы на хорошее. Вот, потом это также дом сексуальности, не надо забывать, а дьявол, естественно, и сексуальность, это вещи очень хорошо, совместимые. Вот, а что касается чужих денег, здесь, понимаете, как, вот я по раскладу вижу, что, например, вы не все, опять, я не утверждаю, но вы можете с удовольствием пользоваться чужими деньгами, но и вы в то же время не жадны, когда речь заходит кому-то что-то подарить, вы с удовольствием это делаете. Но также не забывайте, что дьявол это может быть, что кто-то вам, например, помогает, но при этом имеет какие-то корыстные цели, да? Ну, естественно, чужие деньги, да рыжие еще, поэтому, может быть, десятки у кого-то, но я не утверждаю, это расклад общий, но дело сложная карта, сами понимаете, многограммная. Девятый дом, это у нас дальние поездки, все, что связано с иностранными, совсем иностранным, далеким, и духовный рост, десятка жезлов. Но в этой колоде это карта неудачи, поэтому поездки, конечно, могут быть, да, либо неудачными, либо что-то там не то, либо не получится поехать. И для тех, кто изучает иностранные языки, то это может быть трудный месяц, когда туго идет, или вы уперлись в какую-то такую тему проблемную, да, которая вот, ну, как бы застопорилась чуть-чуть. Десятый дом, это наше общественное признание, наша репутация. У вас карта умеренности, великолепная карта, то есть вы производите впечатление человека сдержанного. Если вы большой начальник, то вы к подчиненным достаточно терпеливы. Вот. Ну и вообще карта умеренности, это вы производите на людей положительное впечатление. И, кстати, прячьте свои пороки, судя по дьяволу в восьмом доме, поэтому никто их не знает, и спят спокойно, и правильно, и пусть делают так. Не, ну мы все, конечно, прячем свои пороки, но я просто говорю, что восьмой дом, это действительно то, что мы от людей еще прячем, не надо забывать. Ну и как опасности, не надо забывать, что дьявол – это все у нас нелегальное, нехорошее. Наркотики идут по дьяволу, да, там, алкоголь такой. Ну, в общем, такие вот вещи не совсем хорошие, от чего мы можем стать потом зависимы. Вот, понимаете? То есть здесь надо быть внимательным, и у кого какая жизнь, будьте осторожны и внимательны, да, чтобы не попасться на, как говорится, на крючок. Отношения с друзьями, тройка пентаклей – это подарки от друзей, это замечательное общение. Может быть, вы дарите что-то друзьям, может быть, вам дарят, ну, просто… Может быть, вас из друзей кто-то благодарит за что-то, понимаете, в июле. Может быть, вы, ну, чуть ранее помогли этому человеку, выручили, поддерживали. Человек вам теперь с огромной благодарностью и радостью. У вас не обязательно даже материально, да, иногда огромное спасибо гораздо больше значит, чем коробка конфет. Ну, и солнце в 12-м доме, то есть такое вот полное-полное счастье, оно, как бы, вы очень оптимистично настроены. Вы настроены что-то завершить, чуть ли не мир покорить. Молодцы, но, наверное, у вас просто очень-очень положительный настрой, ну, вот такое вот… Вам надо пройти, наверное, вот это что-то сделать здесь для того, чтобы… Ну, всё равно у вас будет ощущение, что счастье очень-очень близко, и это здорово. И вот такая полнота ощущений и радости от жизни – это просто замечательно, это просто великолепно. Так что наслаждайтесь, Козероги. Будьте счастливы, замечательного вам июля. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова